Здравствуйте! Тема нашей сегодняшней лекции — скульптура. Я расскажу вам о том, какие бывают виды скульптуры, и о том, какие материалы используют мастера для создания своих произведений. Самые популярные материалы, с которыми работают скульпторы, это глина, мрамор, бронза, гипс и дерево. О них мы сегодня и поговорим. Я начну с рассказа о глиняной игрушке. Которая давно известна и очень популярна в России. Дымковская игрушка — один из самых старинных промыслов Руси. Называется она так, поскольку такие игрушки стали лепить и раскрашивать в деревне Дымково. Дымковская игрушка — изделие ручной работы. Каждая игрушка — создание одного мастера. Изготовление игрушки от лепки и до росписи — процесс творческий, никогда не повторяющийся. Нет и не может быть двух одинаковых изделий. Каждая игрушка уникальна и единственна. Благодаря своей пластике, простоте узоров, яркости цветов, Дымковская игрушка широко изучается и используется в детском творчестве. Дети любят эти игрушки лепить из глины или пластилина, рисовать или раскрашивать. Колоритная дымковская игрушка нашла отражение в коллекциях современных модельеров. Теперь настало время рассказать вам о гипсе и о бронзе. Мы посмотрим на скульптурный портрет из бронзы императора Петра I. Создал в гипсе, а потом отлил из бронзы портрет российского императора, итальянский скульптор Бартоломео Карло Растрелли. Для того, чтобы создать бронзовую скульптуру, мастер создает ее сначала из гипса или из глины, после чего по форме гипсовой скульптуры, слепка, отливают бронзовую скульптуру. После этого мастер работает над тем, чтобы передать фактуру ткани, выразительность черт лица и взгляда. Для этого он чеканит и полирует готовую бронзовую скульптуру. Следующим материалом, к которому мы обратимся, будет мрамор. Скульптору гораздо сложнее работать, если он выбрал для своего творчества такой красивый и дорогой материал, каким является мрамор. Мрамор не дает возможности мастеру совершить ошибку. Движения скульптора должны быть уверенные и отточенные. Если мастер делает неверное движение и создает неправильную форму, ему приходится начинать всю свою работу заново. Перед нами скульптурный портрет императрицы Екатерины II. Эта мраморная скульптура создана Федотом Шубиным. Посмотрите, перед нами портрет этого гениального мастера. Федот Шубин передал в мраморе не только гладкость шелка, тяжесть монет, легкость бумажных страниц, но и черты характера своих знаменитых современников, императрицы и своего земляка, известного ученого и поэта Михаила Ломоносова. Дерево. Совсем другие возможности дает скульптору такой материал, как дерево. Перед нами деревянные скульптуры, созданные в XX веке Сергеем Тимофеевичем Коненковым. Для него лес – это воплощение стихийных сил природы и символ красоты. Он переосмысливает старинные предания, сказки, былины. Сергей Тимофеевич, который был выпускником факультета скульптуры Академии художеств, в своем творчестве использовал приемы народной резьбы по дереву. Благодаря его творчеству новую жизнь обрели персонажи русских сказок. Сегодня мы узнали, какие материалы используют в своих работах скульпторы. Мы увидели глиняные игрушки, которые с давних времен существуют в России. Мы увидели скульптуры, созданные из мрамора, бронзы и дерева.